Дорожные знаки Все эксперименты, которые проводятся, проходят через Главное управление обеспечением безопасности дорожного движения. Если это будет озвучено, я вам доведу. Спасибо. Могу сказать, что особую тревогу вызывает аварийность на дворовых территориях. Мы понимаем, что с введением плотных парковок, с введением ограничений, большая часть транспорта ушла на дворы. И практически дворовые территории заставлены транспортом. Дети, выходя из подъезда, не понимают, где они оказались. И это неверный шаг под колесами автомобиля. Поэтому мы разработали некое типовое решение, направили их для согласования в Департамент транспорта, для обсуждения. В том числе и выложили на сайте Госавтоинспекции, для того, чтобы можно было посмотреть, что это такое. Имеется в виду технические решения, всевозможные карманы, которые бы физически помогли остановить транспорт перед детской площадкой. Не позволить припарковать автомашины. Наверное, это лучше посмотреть на сайт, там это все будет потом. Если будет отдельная необходимость, я готов отдельно пообщаться. Всегда для общения готовы на площадке управления высокой института поговорить, пообщаться на техниках. Спасибо. Дмитрий Васильевич, я не знаю, что вы хотите, что вам это поправлено, то есть какие-то первые действия, какие-то ваши данные, какие-то уменьшения, привлечения конфликтов. Да вы знаете, ну, наверное, слишком много уже о поправках сказано, причем прокомментировано на всяких уровнях, в том числе и на уровне главного управления обеспечения безопасности дорожного движения. Комментирую подробно, наверное, раз не сломит. Наверное, самое актуальное, которое обсуждается, это вопрос нетрезвого состояния повторности. Могу сказать, что пока ощутимых результатов о том, что стали пить меньше, я не заметил. Значит, в среднем по городу выявляется за сутки от 80 до 100 водителей, которые управляют непрезвым состоянием. Значит, за расчетный период, за повторное управление... Сейчас я вам скажу. Ну, задержано 128 водителей. 128. Сейчас нарабатывается практика и судами, я так понимаю, потому что это уголовная ответственность. И, фактически, мы рассчитываем, введем пропагандистскую работу, в том числе и вас призывая, к тому, чтобы кто-нибудь одумался и понял, к чему это приведет. Но пока ситуация неутешительная. Я вам приводил статистику за 7 месяцев. Если сложить суммарно статью управления не вредом состоянии отказа админасвидетельства, то отмечается по этим позициям рост. Спасибо. Вечерняя Москва, поверили, что вы, скажите, пожалуйста, 50 августа, Денбакуратура сообщила о том, что вывелся вот одна подмосковная реклама, который Яна Миньевич, и у нас есть лица. А вы, в данном случае, не надо сказать, что вы направились с семьи, например, на сообщение, на прокуратуру, что вы не связаны с тем, что вы, которая, 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 которая. Да нет, вы знаете. Это частные единичные случаи, которые мы обсуждаем. Реакция ведомства поступила на этот счет, поэтому комментарии, наверное, у них нужно получить. А те случаи, которые я сказал всем в вашем доме, они не связаны с организацией дорожного движения, не выполнением своих полномочий дорожными эксплуатирующими организациями. В частности, вот я говорю по проспекту мира, по ситуации, мы сейчас ждем решения сюда. Как только оно состоится, оно придется совместно в раку. Он для того, чтобы вы не участвуете. Редактор Васильевич, еще такой вопрос. Хотелось бы поговорить по синонсу. Сейчас на уровне депутатов обсуждается, в частности, то, что очень много у нас так называемых воркозных фарк. И поступает от граждан жалоба о том, что их осветляют, и еще проще. И вот депутаты требуют, хотя точнее, о том, чтобы ужесточить сегодняшний договор, от шести месяцев до года, насколько я понял, решает авторитетский фарк, чтобы инспектор на дороге, если остановил и увидел, что у него там... То есть у него, чтобы был специальный прибор, чтобы как-то определить. Потому что сейчас китайцы, обманывая путем, делают специальные маркировки. Спасибо. Вы видите, вы сами практически ответили на вопрос. У нас в России огромная страна. Условия, в том числе и материально-технические, неразличны. Для того, чтобы выполнять, ввести какие-то нормы, правила, нужно понимать о том, что они будут исполняться, и о том, что будет возможность их контролировать. Поэтому, прежде чем принимать такое решение, все вот эти вещи должны быть просчитаны, оценены, а потом дана оценка. Поэтому давать с этой стрибуны какие-то комментарии по поводу, мы тогда должны понимать, что инспектор на дороге сможет выявить, доказать для того, чтобы решение было законным. Поэтому, считаю, наверное, пока неуместным комментировать. То есть, у вас каких-то специальных приборов, пока у вас нет, пока на вооружение нет. Спасибо. Ну да, тоже эта тема довольно больная. Не часто обсуждалась ситуация, наверное, на всех моментах взрыв прессы, когда появились номера три-семенки. Еще будучи заместителем дистанционного управления, я по пять часов находился в подразделении, для того, чтобы манитировать ситуацию, и реально в это время рассказывать, что происходит. Вот для того, чтобы избавиться от каких-то коррупционных вещей, нужно было брать предпосылки, для того, чтобы их просто не было. Поэтому, начиная с марта месяца, была разработана антикоррупционная программа, которая не позволяет сотрудникам самостоятельно принимать решения по распределению того, кто или иной пластины, не должно возникнуть. Сотрудник Госавтоинской института, он до последнего момента, до распечатки, не знает, какой номер будет происходить. Вот это первое. Есть определенные ограничения, конечно, озвучивать их нельзя, поэтому это сразу на 50% ставит крест на этой программе. Сразу начнут, что умеется, решать, как обойти этот программ. Пока могу сказать, что с марта месяца таких сбоев практически не было. Были единичные случаи, которые нам видны, и по ним сразу назначается проверка, и принимается решение. С марта месяца по сегодняшний день я практически на 99,9% уверен, что проблема эта в Москве решена. Кроме того, Министерством внутренних дел принято решение о том, что все закупки номерных знаков проходят централизованно через Министерство, это позволяет, в свою очередь, исключить какие-то одинаковые губственные значения, которые могли бы в той или иной мере организовать сплеск на так называемом черном рынке продажи этих номерных знаков. Поэтому есть порядок, мы получаем номерные знаки, уходим все абсолютно в программу, программа начинает заниматься распределением. В ближайшее время, насколько я знаю, уже более, наверное, 20 регионов перешли на федеральную информационную систему, так называемую ФИС, Москва пока только два года разделения протестируют переход на эту программу, и мы будем работать на федеральном уровне. Тогда практически все эти проблемы будут в прошлое, в принципе. Что это программа, что она дает? Программа не позволяет инспектору самостоятельно принимать решения по присвоению номера. Она определяет, какой номерный знак присвоит той или иной машине. И в том числе и я, я не знаю, что она присвоит. Мало того, руководителям двух уровней, в том числе контролирующих уровней, приходит информация в виде смс-сообщения, если кто-то только войдет в серверную или попытается вмешаться в работе программы. Сразу приходится смс-сообщение, время какое-то на сервер зашел, это есть контрольно-профилактический отдел и центр регистрационной и динамационной работы. Поэтому сделали три уровня для того, чтобы и я понимал ситуацию, и были службы, которые контролируют, они так и видели, но все это было прозрачно, понятно. Василий Васильевич, а вы считаете, нужно ли вводить аукционы для продажи знаков, тема, что да, в принципе, пожалуйста, поднесутся? Ну, знаете, она пока отложена, поэтому тоже, наверное, комментировать не совсем уместно, я могу только сказать свое личное мнение на счет. Вы знаете, наверное, опыт из Руси, когда мы со всех экраном показывали, как удачно работает полиция, да, любой номер, который там поступает в продажу, заплатил, получил номер. Прошло буквально два года, я специально интересовался, общался с автовладельцами, выяснил, насколько сейчас ситуация изменилась, лучше ли, лучше ли, скоро ли. Могу сказать, что те владельцы, которые приобретали номерные знаки за определенные суммы, они стали от них отказываться, просто оставили дом в виде коллекции или просто выбрасывали. Потому что это стало своего рода резидной карточкой. Одно дело, когда это, скажем, со времен Советского Союза воспринималось как наличие определенного номера приближения к чему-то, там, к элите, да, и совсем другое, когда это уровень боносостояния, когда понимаешь, что купил за несколько там тысяч долларов номерную знак, значит, есть какие-то средства в транспортном средстве, в квартире, поэтому вот все макинаторы-жулики стали ориентироваться к номерную знаку. И могу сказать, что я не с одним человеком пообщался, они просто отказываются от этих номеров, покупают самые неприметные, незапоминающиеся. Это по вопросу продаж. На мой взгляд, вот как обычного простого человека, мне кажется, целесообразно было бы установить фиксированную цену, буквы, там, цифры и прочее, и фиксированная цена за пластину по рост расценки. Из разницы человек, какой номерной знак, он заплатил минимальную сумму. Считать, что есть необходимость каких-то там красивых сочетаний. Больше, больше. Социалка у нас никогда не откажется от лишних денег, поэтому они будут у него место. Если это все востребовано, почему на уровне государства, которые не решат вопросы? То или иной продажный вопрос. Спасибо. Давайте данное наставку, Путин Васильевич. Спасибо. Все эти вопросы, да, большое количество внимания оставим наотку к нашим законодателям, примем такой нормативный акт, значит, будем его рамки работать. Спасибо вам, что пришли. Всегда готовы ответить на вопросы, всегда готовы сообщения. Путин Васильевич на следующий раз.